Так, с нами сегодня Андрей Бледный, интервью для портала RepSubs, касаемо творчества, планов на жизнь. И вообще, Андрей... Всем привет! Тебе слово, когда планируется выход альбома? Ну, если все равно, по нашим договоренностям, релиз должен состояться в конце мая. Кто будет у тебя на фичерингах присутствовать на альбоме? Ну, в итоге мы убрали почти все фиты, и там единственный трек будет совместно это Тато, с Тато и с Психом из Песочных. Опять же, сколько треков у тебя будет на альбоме? 16 треков будет на альбоме, и плюс 4 там ремиксы, бонусы. Бонусы и 4 ремиксы, да? Как бы, опять же, хотелось у тебя выяснить презентацию, вы все-таки будете делать в Москве или нет? Планируем, но не знаю, как это летом получится. Еще в клубах там все заранее расписывается. Если куда-то вклинимся, получится. Есть идея сделать, ну, просто закрытую презентацию, чтобы там свои ребята подъехали, там, почитать рэп, пообщаться. А еще из релизов «Засады» что нас ожидает в ближайшее время? Уже готов альбом у «Сангу де Сау» в кругу доверенных лиц, и готов альбом у «Димона» 55-го. А можно поподробнее о каждом релизе? Вот о «Сангу», например, они сейчас выложили недавно промо, как раз. Ну, мне нравится то, что они делают, на мой взгляд, это такая, ближе, наверное, к лирике. Ну, там, много смысловой нагрузки, много всяких красивых цветастых метафов. Мне нравится то, что они делают. Ты будешь у них хорошие? На фитер, будешь у них? Да, там пару треков будет, там, с моим участием, с участием Антона. И, кстати, вот на этом релизе «Засады крепче стали», там будет два трека, которые будут потом у них на альбоме. Это вот с Антоном вместе. Просто мы их взяли на этот альбом, ну, чтобы как-то засветить, чтобы народ услышал и ждал уже их альбомчик. Ну, «Сангу», в общем, ждут, ждут люди. Отличные треки, мне очень нравятся. «Сангу», в общем, несколько раз спрашивали, что, как, когда, так что люди как бы в курсе ждут. А у Димана 55-го? У него тоже альбом готов. Возможно, он выйдет осенью, там у нас, может быть, еще пару видосов снимем. Ну, это как получится, загадывать. Планируешь одно, получается, другое. Так что, возможно, у нас это еще получится, и тогда мы как раз его и выпустим. Расскажи, да, Андрей, пожалуйста, о своей идее видеоклипа, который мы сегодня с тобой обсуждали. Я думаю, довольно интересная идея. Ну, я так не хочу сразу все карты раскрывать, то есть, когда он выйдет, вот, естественно, мы там, если это все получится, и мы сделаем фотоотчет со съемочек, то есть, люди увидят, все поймут. Ну, в планах снять такой очень жесткий видос, то есть, с боями, ну, фулл контакт, вот, ну, такой, за спорт. Правильно. Андрюх, еще вопрос тебе. Диман на пас, вот, Диман на пас, что нас ожидает от него? У Димки тоже альбом уже готов, и тоже вот как обстоятельства благоприятно сложатся, мы его сразу же выпучим. Сейчас тоже вот решаем все эти вопросы. Ну, у него альбомчик, там, материал такой довольно, по восприятию, сложный, то есть, там, там нельзя сказать, что это чисто, там, хип-хопчик, да, или там, альтернатива, или раги. Там много всего понамешано, такая, довольно эклектичная музыка, и поэтому надо думать, как его выпускать, что для этого делать, ну, довольно сложный, вот, такой неоднозначный материал. А все планируют, Андрюх, а все планируют выпускаться на разных, да, Record Label, или нет? Ну, это как получится, мы же просто, ну, как, кто лучше условия предложит, что нам больше понравится, там мы выпустим, все это обсуждается, решается. Вот, засады крепче стали, у нас договоренность с CD-Land, то есть, если дальше как-то у нас там сложится общение, да, и они будут довольны результатами, мы, значит, следующий релиз мы выпустим у них. Если нет, значит, где-то... Про интернет бы тебя хотел спросить, где вот можно пообщаться с представителями засады, с артистами непосредственно? Ну, почти у всех аккаунты на ВКонтакте, ресурс довольно популярен, и мы там общаемся с людьми, отвечаем на вопросы. Единственное, хочется попросить не задавать таких, ну, вопросов, ну, необычных, типа, привет, как дела, или там, что ты делаешь, или там, как жутуха, вот. Вот, потому что отвечать на них, я даже сам не знаю, чего отвечать на такие вопросы. Знаешь, как это, отвечать на глупые вопросы умно, или отвечать на глупые вопросы, опять же, глупо, я не вижу смысла. Поэтому, ребят, как-то, ну, у кого есть, ну, действительно какой-то интерес, что-то хотите узнать, или просто пообщаться, там, вы всегда готовы, ну, это общение поддержать, ну, как-то мозг включаете. Вот, и еще такой момент надоели, надоели всякие дурацкие вопросы, там, про, там, ну, про каких-то, там, не знаю, какие-то моменты, вот, там, не нацисты ли вы, а не скинхеды ли вы, что у вас там с Руставели, или, там, будет ли у вас еще, там, как вы относитесь к ЦАУ, то есть. Я, честно говоря, эти вопросы тоже, как бы, в ступор вводят, то есть, мы все-таки лучшего мнения о наших слушателях, вот, так что, ребята, будьте адекватны, когда вопросы задаете. И насчет сайта 2517? Сайт до сих пор находится в разработке, вот, потому что нет, никак не хватает времени им заняться. Ну, и, в принципе, он, честно говоря, вот, на данный момент, вот, хватает пока контакта. Я, честно говоря, даже не совсем сейчас понимаю, зачем этот сайт делать. То есть, я понимаю, что надо, вот, зачем не до конца откупляют. Все-таки, социальные сети, все-таки, ВКонтакте не все зарегистрированы, не общедоступные, получается, информации. Наверное, только поэтому. Опять же, у нас же не будет каких-то там обновлений каждую неделю. Что там рассказывать? Что-то я там себе новые носки купил, что-то, или там, не знаю, съездил, отдохнул куда-то. То есть, мы же не из той категории, то есть, про кого придумываются новости для поддержания интереса. Это телевизор включаешь, и там тебе рассказывают, что поймали зверево с дальнобойщиками в кустах. Ну, из этой серии, там, для привлечения внимания. Нам, нам даже ни к чему, по большей части, это. Вот, то есть, у нас событий таких, вот, особо каких-то скандальных, я очень рад этому, не происходит. А что-то выдумывать из пальца высасывать. Ну, так, мы выложим там фоточки, треки какие-то, какие-то новости будут о концертах, там. Следить за обновлениями на ВКонтакте, да? Ну, да, пока, да, пока так. Сейчас, когда вот с этими со всеми вопросами разберемся, с делами, займемся сайтом. Ну, там, собственно, все, да, присутствуют? И Тома Эмот, и Диман 55. Тома Эмот, она у нас интернетом пользуется крайне редко, она вся в творчество погружена. Вот, она сейчас записывает, заканчивает, даже уже закончила, я вот даже сейчас не в курсе. Она все, что-то дописывает, там, переписывает, сольный свой альбом, и параллельно она там с кинопроектами, с некоторыми работой, то есть пишет там для фильмов, песни, вот сейчас. И поэтому Томи не до интернета общения. А насчет твоего предстоящего интервью, просвети людей просто, может, кому-нибудь будет наверняка это интересно, чтобы следили, не пропустили. О котором мы с тобой сегодня говорили, ты рассказывал сегодня, что у тебя и у некоторых там рэперов с окраем брали интервью. Да, ну, это может получиться, может не получиться, то есть это все же еще в процессе. То есть там просто у одного журнала была, ну, довольно неплохая идея, интересная, вот, и возможно она получится. То есть не факт еще, что это будет, так что следите за новостями. Там ничего сногсшибательного, просто будет фотосессия и интервью там не только с нами, там еще с другими ребятами. Но это все летом будет. Там же номер как номер раздается, и там через месяц где-то он выходит. Ладно, спасибо, Андрей. Все, всем мир. Качайте наши треки, качайте наши файлы. Спасибо.